Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы подводим итоги недели. Я подумал, какие итоги? Ну, наверное, финансовые все-таки, да? Потому что тема нашей программы в основном посвящена финансам, но мы поговорим преимущественно об этих итогах. Итак, финансовые итоги недели обсуждаем сегодня с моими гостями. В студии Николай Салабута, директор по управлению активами инвестиционной компании «Трейд Портал». Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. И Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании «Китфинанс». Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Друзья мои, как настроение? Сегодня пятница, напомню вам, если вы забыли об этом. Жарко. Жарко? Ну, в хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле. Дима? Хорошо, но в Питере прохладнее. Ты из Питера? Из Питера. Сегодня? Сегодня. Чего ты там делал? Живую, работаю. А, вон и как. В гости приехали. Ты мотаешься туда-сюда? Конечно. Ничего себе. Тогда тем более. Тогда тем более. Так, значит, уважаемые слушатели, напоминаю, телефон в студию. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. Телефон 651099,6. Либо вопрос этот опубликовать на сайте финам.фм. Может быть, вы поделитесь своим видением, поделитесь своим видением ситуации на финансовых рынках. Ну, а то и о собственных финансовых итогах нам расскажете. Нам тоже будет это очень любопытно. Итак, ну, давайте традиционно. Значит, я посмотрю на то, на то, что происходит у нас на финансовых рынках. Сегодня оптимизм какой-то, да? Необычайный. Причем со вчерашнего дня он. Об этом обязательно нам надо сегодня поговорить. Чем он вызван, этот оптимизм-то? Итак, смотрим. Основные индексы Америки. Ну, Америка открылась, и мы можем наблюдать. Оптимизм продолжается. Чуть больше полпроцента Dow Jones. Примерно так же S&P 500. Наши сегодня радостно. RTS 2%, MMWB почти полтора. Brent 106 штурмует снизу. Золото сегодня просто красава, я бы так, если можно назвать. Красава, да? В моменте был 1624. Сейчас немножко корректируется. Ну, и евро-доллар как основной индикатор валютного рынка. О, уже 1,2364. Все, он уверенно идет. К 1,60, наверное, да? Шучу. Итак, судя по всему, неделю мы заканчиваем на оптимистичной ноте. На оптимистичной, да? На позитивной. Хотя начинали с точностью наоборот. Что происходит вообще? Ничего не понимаем. Туда-сюда бросают нас, Коля. Давай с тебя начнем. Объясни, пожалуйста, что происходит вообще? Ну, как бы, у нас сегодня, на самом деле, оптимизм, он заложенный изначально. Мы, рынки хотели расти. И мы долго падали, уже полтора года падаем. Они полтора года хотят расти. Да, они полтора года хотят расти. И, как бы, заложенный спрос начинает потихонечку реализовываться. Мы видели последний месяц такой небольшой рост рынка, фондового рынка, потом коррекции. И уже уверенный, сегодня уже с уверенностью можно говорить, начало подъема фондового рынка, уже такой более оптимистичный. И думаю, что сейчас он будет носить такой более-менее, такой импульсный характер. Поскольку мы сейчас оттолкнулись от дна. Одно довольно-таки симпатичное. От максимальных значений этих двух лет последних мы почти упали на 25%. И это, так сказать, далеко еще до самих максимумов, которые мы показывали в 2008 году. Поэтому оптимизмом рынку не занимать. И много говорит о том, что оптимизм будет не только на наших площадках, но и на площадках мировых. Европейский кризис тоже как-то потихонечку сходит в небытие, как говорится, в забытие. Все вопросы там решены. Даже если какие-то проблемы будут возникать, то там в Европе уже есть инструменты для их решения. И американские регуляторы тоже нас должны скоро обрадовать через месяц очередными своими новостями положительными для фондового рынка. Поэтому очень мажорно, очень мажорно мы смотрим на конец года. Ну, как бы сегодня за первый импульс. Коля, я должен, знаете, что сказать? Я тебя теперь всегда буду приглашать по пятницам. Боже мой, я просто... Вы не представляете, насколько кардинально изменился мой взгляд на вещи. Понимаешь, ну все, оказывается, все... Начинается шоколад, просто начинается белая полоса. Боже мой. Я вообще так, знаете, скептически сегодня к этому росту и вчерашнему отнесся. Ну, небольшой отскок, там что-то... Драгина обещал какой-то, да, что-то наговорил. Сегодня, кстати, ВВП вышел буквально там за час до нашего эфира. Полтора процента, да, предварительный второй год. То есть оптимизм, откуда браться? А Николай говорит, все, говорит, уже началось. То есть смотрим на исторические максимумы. Дмитрий. Да. Ну, прекрасно понимаем, что фундаментальные новости и рыночные движения, они, естественно, бывает, не коррелируют между собой. Что касается последних данных по ВВП, такая уж, наверное, самая главная тема этой пятницы, то смотрел на эти цифры, приятного, честно говоря, очень мало. Да вообще ничего приятного нет. Интересен факт то, что пересмотрены были предыдущие кварталы, я тут залез, посмотрел статистику, за четвертый квартал 2011 года пересмотрели в существенный рост с 2,9 до 4%. А вот смысл сейчас пересматривать четвертый квартал 2011 года, скажи, пожалуйста. Ну, такие методы статистические используют. Да, они пересмотрели еще... То есть индикатор ВВП настолько запаздывающий, что его можно год пересматривать. Интересно, что понижали предыдущий за 2011 год, по некоторым кварталам сильно вниз понизили. То есть импульс от тех самых вот КУЕ, которых так всех ждут, на самом деле был-то похуже. И динамика с четвертого квартала достаточно пессимистична, на самом деле. Может быть, в этом дело, да? Сейчас в преддверии нового этапа количественных течения подчищают статистику, чтобы сказать, ребята, вот КУЕ-то помогло, видите, что там делалось, давайте сейчас новую запустим. Так, что ли? Ну, возможно, возможно. Но в целом, на самом деле, я соглашусь, наверное, отчасти с тем, что уж слишком много пессимизма. И, в принципе, многие макроэкономические индикаторы начинают разворачиваться. Есть такие хорошие индикаторы в сети Economic Surprise Index. Заворачиваются вверх. По Америке, да, они уже нащупали дно хорошее. Повторяем, вообще копируем ситуацию прошлого года практически. И мне единственное, что нравится, что эти индикаторы хоть разворачиваться стали. То есть раз уж я больше смотрю на фундаментал, который в этом году, честно говоря, пока что не подводил. В целом, есть ощущение того, что и по Европе некоторое дно нащупали. Расстраивает то, что по Америке начали чуть-чуть заваливаться, и по Китаю. Но предупредительные меры уже были сделаны. И со стороны Китая, в первую очередь, понижение ставок. Дима, извини, пожалуйста. Я под воздействием выступления Николая Салабута, потому что он так это все расписал. Но тем не менее, вот как-то у меня здесь вот внутри у меня червячок точит сейчас, сидит, точит он у меня. Ну действительно, что в еврозоне все в шоколаде уже? Да ни в коем случае. Это перманентный процесс. Ты как сказал, что все забылось, все забылось, все нормально там, да? Неужели это так? Мы буквально вчера, да, с моими гостями обсуждаем, когда Греция выйдет уже. Уже не то, что выйдет она, не выйдет. Когда она выйдет там? Кто-то называет там завтра, кто-то послезавтра, кто-то через неделю. А тут вон оно что, оказывается. Нет, тянуть будут. Будут тянуть? Будут тянуть. Не будут пущать? Да, это все история еще года до 2013. Раги вчера выступал, он бил себя руками вот так вот в грудь. Ну я так фигурально выражаюсь, я просто не видел его, я слышал. И он бил себя руками в грудь. Он говорит, мы будем защищать евро. Вот буквально, да, переводом. Мы будем защищать евро, мы будем защищать еврозону. Мы никого никуда не пустим. Ну, кстати, по поводу евро, опять-таки, очень хорошие есть индикаторы. Очень я любил сравнивать в 2012 году, ну раз он еще идет, так называемый ФИТ-ЕЦБ индекс, когда мы делим баланс ФРС на баланс ЕЦБ. ФИТ-ЕЦБ, да? ФИТ-ЕЦБ, да. Да, я его с ZeroHedge как-то увидел в конце 2011 года. Очень красивый график и отработали полностью. Главный печатный станок со второй половины 2011 года это ЕЦБ. ФРС, баланс не расширял, твист, ну, соответственно, это не КУЕ, да, баланс. И все, соответственно, соотношение вниз, евро четко вниз. И где-то вот на текущих уровнях 1,20-1,21 по евро как раз соотношение сошлось между двумя графиками, между вот этим соотношением ФИТ-ЕЦБ и, соответственно, евро-долларом. Потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что сейчас все в руках центробанков. Все долги повесили на центробанке, все на центробанках, все зависит от их политики. Запустит КУЕ, значит, евро пойдет далеко и надолго вверх. Не запустит, соответственно, где-то болтаться будем, но, безусловно, евро... Сильно ниже не уйдем. Я думаю, что сильно ниже не уйдем. И это один из факторов в пользу как раз-таки восстановления, скорее всего. В пользу оптимизма товарища Салабута. Коль, скажи, пожалуйста, а вот такой параметр, как паритет покупательной способности евро к доллару? Да, известная такая штука, ну, фундаментально, может, тебе ближе это. И, насколько я помню, всегда называл цифры где-то в районе 1,20 как раз. Может быть, еще и здесь звезды сошлись? Ну, возможно. Нет, уровень не очень хороший. Да? Действительно хороший уровень. То есть уровень для покупки хороший. В общем... А по поводу индикатора потом мне поподробнее расскажи. Расскажу, покажу. Смотри, как работает. Работает. А мы тут скользящими средними все скользим. Ну, да ладно. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Собственно, давайте, если можно, более детально. Финансовые итоги недельные мы подводим. Ну, с фундаментальной точки зрения, каковы события основные этой недели, ну, помимо сегодняшнего ВВП штатов за второй квартал? Ну, безусловно, очень важными с точки зрения фундаментальной оценки были публикации данных по деловым активностям, промышленности, по сервису, по Европе, по Китаю. По Китаю, ну, постепенно восстанавливаемся, это малый и средний бизнес оценил банк HSBC, вроде как пятиметчные хаины рисовали, но там тоже есть свои тараканы, как говорится, и на рынке труда плохая ситуация, и цены производителей, там все пока указывают на то, что сжимается китайская промышленность, но меры предпринимаются уже на опережение, поэтому скорее дно щупаем, мне кажется, по этому индикатору. Европейские, к сожалению, индексы деловой активности и промышленности в секторе услуг разочаровали, так довольно мрачновато, и по Германии, в общем, все ниже 50 пунктов, которые деляют рост от падения, это, конечно, неприятно, на самом деле, данные выходили у нас за июль, то есть, ну, их нельзя назвать, конечно, опережающими, но, тем не менее, негативные тенденции пока сохраняются, но все-таки хочется уже нащупать некоторое такое дно, да, локальное хотя бы дно. И что, и по США, соответственно, да, ВВП выходили, сегодня выходил, ну, там картинка не очень приятная, на самом деле, по ВВП, поэтому мы сейчас скорее что имеем, Китай, США, наверное, замедляется, так сейчас начали, да, такую волну рисовать, а Европа, она чуть раньше этот процесс начала, и сейчас скорее уже какое-то плато, какое-то дно, скорее всего, локальное нащипывает, поэтому это может быть неплохим подспорьем, в общем-то. Именно для еврозоны. Да, а что касается выступления Драги, то здесь, опять-таки, интересный график попался. Два были хороших выступления в предыдущие периоды, когда говорилось о том, что ИЦБ будет скупать банды европейские, итальянские, испанские, там, не важно чьи. Дима, извини, пожалуйста, расскажи об этом подробнее через несколько минут, хорошо? Окей. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев, сегодня пятница, и мы подводим финансовые итоги прошедшей недели. В гостях у меня Николай Салабута, директор по управлению активами инвестиционной компании «Трейд Портал», и Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании «Кит Финанс». Еще раз добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Ну и отдельно я еще раз акцентирую, Дима специально к нам на эфир приехал из Питера, что само за себя говорит. Итак, продолжаем, продолжаем разговор, собственно, прервались мы на рассказе Димы о... О том, как Драги сообщил, что будем выкупать, выкупать, выкупать хорошие, опять-таки, графики доходности по тем же испанским и итальянским десятилеткам, и те моменты, когда ЕЦБ активно массировал, массировано скупал эти облигации. Есть, по понедельникам выходит эта статистика, обычно, по участию ЕЦБ в выкупе долгов, облигаций периферийных стран. Как только массированные покупки начинались, доходности резко росли. То есть они не падали ни в коем случае, а наоборот. Вот эти два периода были массированных заходов ЕЦБ, и, к сожалению, доходности как раз чуть ли не на рекорды уходили. А потом ситуация успокаивалась. — Получается, да, что, с одной стороны, ЕЦБ решает одну задачу, а получается, он ее усугубляет. — Ну, это да, это сухие графики, сухой остаток в графиках. — Ну, это нормально. Сухой остаток на то и сухой остаток. — Я хочу сказать по поводу всей этой макроэкономической ситуации или фундаментального анализа. Ну, то есть макроэкономическая ситуация, как описывает мой коллега то, что все плохо, плохо, плохо. Я вспомнился такой старый еврейский анекдот, там, Абрам выходит на Уолт-стрит семечками торговать к нему, подходит аналитик и говорит, ты знаешь, сейчас кризис, в стране все плохо. Он Моша торговал здесь, ушел, нету бизнеса. Вот там Изи торговал, тоже ушел, нету бизнеса. Ты-то что пришел сюда торговать-то? Ну, потому что мы сейчас изи ушли, поэтому я и пришел. — То есть это такая ситуация, что как бы там, да, если там брать другие выражения на эту тему, что когда по улицам льется кровь, тогда надо покупать, да. — Вчера про кровь как раз говорили, именно этот не очень нервничает. — Неделя очень ярко в этом плане. — Да-да-да, понравилось. — Поэтому как бы всегда, так сказать, после заката начинается рассвет, так и здесь. Поэтому, когда все плохо, это даже очень хорошо. Знаете, когда все плохо, у меня начинает, наоборот, подниматься настроение. Я думаю, что вот сейчас я как раз и заработаю. И чем хуже, тогда тем больше я заработаю. — Теперь, Коля, поскольку ты сам об этом начал рассказывать, расскажи, пожалуйста, на чем ты на этой неделе зарабатывал? Ну, я уж не спрашиваю, заработал ты или нет, это будет звучать некорректно, но на чем зарабатывал? То есть, ну, некие идеи поделись, пожалуйста. — Ну, рынок падал в начале недели. Такая коррекция была очень резкая, стремительная. Поэтому мы по многим позициям были, то есть, по многим бумагам короткие позиции принесли доход. Потом он развернулся, и последние два дня он уже растет. И так сказать, был очень резкий рынок. Я бы так сказал, что мало кто на это успел бы заработать на таких вот очень резких колебаниях цены. Скорее всего, кто-то либо заработал от шарта, с короткой стороны, либо кто-то заработал от ланга, не купив вчера акции. Говорить о том, что кто-то там заработал от шарта, от ланга, наверное, такие люди есть, но их очень, наверное, мало. Что хотел сказать в общем, как бы, конве, то, скорее всего, те позиции, которые люди формировали, там, сказать, предыдущий месяц, ну, то есть, текущий месяц, да, то эти длинные позиции имеет смысл удерживать. И они были сформированы, если, так сказать, брать среднюю, так сказать, покупок, которые люди сделали в начале месяца, в середине, в конце месяца, то это среднее, как бы, находится на сегодняшнем, ну, на текущих уровнях, даже, может быть, чуть ниже, и является довольно-таки хорошим уровнем для входа в рынок. Длинную. Да, с длинной стороны входа. Ну, скажи, пожалуйста, вот даже с технической точки зрения, очевидно, что последние, может быть, пару месяцев как раз, ну, и, может быть, да, до осени, ну, основные индексы и, наверное, большинство инструментов нашего рынка сформировали диапазоны. Именно поэтому, да, ты говоришь, была возможность и от коротких, и от длинных позиций зарабатывать. Как ты думаешь, выйдем мы из этого диапазона в ближайшее время? И куда? Ну, мое предположение то, что мы выйдем наверх и должны выйти в ближайшие дни. Ну, то есть, ну, я бы не сказал, что это прям ближайшие 2-3 дня, да? Ну, ближайшие 2 дня, выходные, слава богу. Слава богу, мы никуда не выйдем. Меня это радует. Нет, ну, скорее всего, неделя уйдет сейчас на понимание на то, что рынок хочет расти, поэтому там будет некие хаотические движения вверх-вниз с оттаптыванием этого диапазона еще раз, точнее, с оттаптыванием прорыва этого диапазона. И потом уже через недельку, наверное, скорее всего, будет устойчивое уже движение будет. И именно вверх, да? Ты видишь именно вверх. С фундаментальной точки зрения, Дима, уж к тебе вопрос, да? Есть ли основания именно на следующей неделе ждать прорыва этого диапазона вверх? Очень волатильная неделя будет, если честно. Волатильная. Очень много событий, я думаю, вы все прекрасно знаете, да. Не знаем, для чего вы гостей приглашаете. Особо не будем растягивать. 30 июля начинается 2-дневное заседание, заканчивается оно 1 августа. Заседание Федрезерва, от которого, как всегда, много чего ждут. Но пока все-таки сигналов сильных для запуска чего-то там, каких-то программ, количество смягчений, ни по одному пункту я лично не вижу. Меня единственное расстроили данные последние по рынку недвижимости, который очень хорошо восстанавливался, американский. И вот тут что-то дал сбой небольшой. Как раз найти подвел, да. Но я надеюсь, что это временное явление, что все восстановится. Но пока сильных сигналов нет. И самое важное, на самом деле, наверное, даже не это пресловутое заседание, а будут приниматься решения по поводу налоговых вот этих вот вычетов. Все это связано с этим фискал-клифт, так называемая очередная страшилка, которая нас будет пугать, видимо, этой осенью. Да, до выборов, да? До выборов, да. Поэтому однозначно про растущий тренд я пока не буду склонен говорить. Я его жду, честно говоря, потому что, еще раз повторюсь, фундаментал, естественно, и движение на рынке, они, естественно, отличаются. Бывают такие периоды, да, и чувствуются, все-таки, с моей точки зрения, какие-то покупки. Они все-таки идут. Но опять все не в наших руках, все в руках центральных банков. Решит Фед что-либо, не решит что-либо. Скорее всего, не будет решать до того момента, пока не пройдут президентские выборы, пока не решат вопрос с планкой госдолга и с этим фискал-клифт, пресловутым. Бернанке так, в общем-то, и сказал, что давайте, господа, конгрессмены, сами сначала предпримите шаги какие-нибудь, да, а мы уже потом будем посмотреть, как ситуация развернется. Потому что, да, ну это страшилка довольно хорошая, она осенью будет работать, и все-таки у Федрезерова еще достаточно большие, ой, не у Федрезерова, а у Казначейства достаточно много размещений будет до конца года. У американского. У американского, да. И поэтому, безусловно, на рынок будут приходить какие-то новости, чтобы все-таки под эти крайне низкие доходности людей как-то пытаться загонять. Потому что долг есть долг, и это сейчас главная тема. Ну, исходя из того, что ты рассказываешь, тогда можно предположить, что до выборов мы не увидим пробоя диапазона, и будем болтаться внутри него от верхних и нижних. — Ну, у нас август принято считать, что такой страшный месяц. — Страшный, да. Ну, это у нас принято так считать. — Да, да, да. — Коля, Коля, извини, пожалуйста. Вот, кстати, давай уж мы о страшилке сегодня поговорим. Тоже август страшный месяц для России прежде всего. Там у нас сплошные дефолты, там какие-то революции. Именно все на август приходит. — Ну, я не скажу, что именно всегда в августе что-то случается. Все как бы ждут в августе, но не всегда это случается. Я помню, так сказать, 2004 год. Вот в августе месяце Мосэнерго выросло в 4 раза. С 2 рублей до 10. — Ты заработал на этом? — Да, это очень был хороший трейд. И, так сказать, таких ситуаций, когда там акции росли именно в августе, ну, если там по второму шелону можно вспомнить. Не назову тикер, но помню, что была какая-то акция, которая вышла за один день на 400%. — На 400%. — Ну, 4 раза. — Это прелести, да, второго шелона. — Да, это прелести августа, я бы так сказал. — Ну, то есть, вот, говоря о страшилках, ты никаких катаклизмов в августе не ждешь. — Вы знаете, как сказать, всегда катаклизмы случаются тогда, когда их не ждут. — А когда их ждут, они никогда не случаются. — А ждут их сейчас, в особенности, все, по-моему. — А сейчас, поскольку катаклизмы ждут все, то, соответственно, лучше расслабиться. — Да, да, да. — Это по этому поводу тоже, наверное, да, все смотрят вниз, и значит, мы будем расти, да, тоже индикатор такой стандартный. Я понял. Замечательно. Смотрите, у нас есть вопросы, давайте мы успеем, еще 3 минутки у нас есть, на один из них ответить. Юрий задает следующий вопрос. Уважаемые аналитики, разрешите два вопроса. Первый, ну, Николай, к тебе, наверное, прежде всего, на ММВБ открылась торговля акцией Мособлбанка. Знакома тебе такая история? Не знакома. Не могли бы вы сказать справедливую цену акций данного банка? Ну, сори, Дима. — Да, ну, не смотрел. Куда же вы? — Юра, извините, не в курсе. — Более глобальные вещи. — Более глобальные вещи, действительно, что ерундой заниматься. Второй вопрос. В Москве уже немало так называемых микрофинансовых организаций и общего взаимного кредитования. Ну, слышали, наверное, я надеюсь, не обращались, но, по крайней мере, слышали. Данные организации зарегистрированы и застрахованы различными агентствами. Это, видимо, Юрий проверял, и вот он докладывает. Обещают очень хорошие проценты за вклады. За вклады. — Ну, по-моему, микрофинансовая организация не разрешена привлечать деньги, только размещать. — Конечно, конечно. Они дают взаймы, насколько я понимаю. — Они взаймы дают. — Ну да, размещают. — Не размещают. Присматривать в течение года к ним вроде бы не разоряются. Как вы относитесь к данному способу вложений? Если это младшие братья Мавроди, то куда смотрят наши регулирующие органы? — Ну, на сегодняшний момент регулирующие органы смотрят на то, чтобы прекратить деятельность подобных организаций а-ля МММ. — Законодательно. — Законодательно, да. ФАС выступает с инициативами законодательными. И думаю, что в ближайшее время мы увидим некоторое ужесточение на рекламном рынке со стороны ФАС и будет очень сложно уже рекламировать доходность подобным пирамидам или каким-то иным, вообще просто каким-то или иным организациям, которые не контролируются или Центробанком, либо не контролируются ФСФР. — И, так сказать, сведется все это к тому, что на рынке будет нормальная, достоверная реклама только со стороны хорошо зарегулированных, так сказать, организаций. — Ну, кое, точнее, к коим вот то, о чем говорит Юрий, очевидно, не относится. — Ну, скорее всего, да. Если они говорят о какой-то доходности, которая там... — Бешеная. — Высширазумность. — Разумный, да. То здесь, скорее всего, мы видим чисто... Ну, скорее всего, мы встретимся с чистым мошенничеством. — Ну, и да, и это логично, Юрий. Я уж... Мы не будем называть, да, насколько это родственники господина Мавроди. Но, в принципе, если вы видите какие-то запредельные цифры, ведь любая доходность, да, любая финансовая организация, она базируется, прежде всего, на ставке рефинансирования, на текущей уровне инфляции, то есть на объективных вещах. А когда вам забивают баки там тем, что давай деньги мы тебе принесем там через день 200 процентов... — Я думаю, что мы сейчас столкнемся еще с уголовным преследованием тех людей, которые связались с Мавроди. — Связались? — Да, те, которые там десятники, тысячники, сотники, да. — И с крайними останутся они. — Да, скорее всего, их посадят в тюрьму, их довольно-таки много людей, и это, сказать, жалко. — Это жалко. — Но их посадят. — Николай, ты так начал оптимистично, представляете, их посадят. А ты не воруй, помните, да, этот фильм? Тебя посадят, а ты не воруй. Хорошо, ладно, мы больше не будем говорить о плохом, потому что в следующей части, собственно, попытаемся найти идеи. А сейчас небольшая, небольшую перевести, в несколько минут продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о идеях, о финансовых итогах текущей недели. Напомню, в студии Николай Салабута, директор по управлению активной инновационной компанией «Трейдпортал», и Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании «Китфинанс». Напоминаю, телефон в студию 6510996, код «Москвы-495» и наш сайт «Финам.ФМ». Воспользоваться и первым, и вторым вы можете, чтобы задать вопросы моим сегодняшним гостям или поделиться собственными идеями. Вот одна из идей, ну, не моя личная, а в принципе, да, широко распространенная идея, связанная с взглядом на золото, да, взглядом на золото в качестве инвестиционного инструмента. Как ты к этому активу относишься, Коля? К золоту? Ну, кстати, спокойно отношусь к золоту как к активу долгосрочного инвестиции, хотя, в принципе, она показала довольно-таки хороший рост за последние 10 лет. Мы так считали в нашей компании, с учетом инфляционных издержек, золото выросло где-то там за 10 лет на 200%, в два раза. Точнее, извините, более чем в два раза. Вот, поэтому вот, как бы, последние десятилетия, если считать, как бы, если предположить, что она показательная, то она говорит всячески за золото. И говорят, что золото будет еще расти, и сейчас она, если там 1600 долларов за тройскую унцию, то там через 10 лет она будет уже там 4,5 тысячи за тройскую унцию. Ну, 10 лет все-таки достаточно далекий горизонт. Нет, ну, просто надо понять, если... Просто надо понять, будет ли она 4,5 тысячи, там сказать, долларов, для того, чтобы доверять ли нам той динамике, которая была за последние 10 лет. Дело в том, что 4,5 тысячи – это, как бы, кранты, все ювелирки. Ювелирка не потянет таких цен. Это, так сказать, удорожание, так сказать, наших гаджетов, так сказать, серьезное удорожание наших гаджетов, поскольку там в радиоэлектронике применяется золото. Только они золотые. Да, они золотые, да. То есть, скорее всего, вряд ли будет она показывать такую же динамику. Если говорить о том, почему она оказала такую хорошую динамику последние 10 лет, то мы говорим о том, что все-таки, так сказать, есть некая базовая цена золота, которая поддерживается спросом со стороны ювелиров. Это где-то в районе 300-400 долларов за тройскую унцию. Все, что сверху, мы вспомним, что за последние 10 лет потребление именно там сотовых телефонов, там всяких радиоплееров, мелких таких гаджетов очень сильно возросло. Раньше было там равняется нулю, если это там назад, ну, один там на 100 человек, то сейчас, по-моему, там 3-4 гаджета на одного человека приходится. Это все подталкивал цену на золото вверх. И последний, так сказать, скачок золота мы видели именно на спросе со стороны банков, которые все-таки решили, так сказать, свои софт-активы, то есть мягкие активы, которые в ценных бумагах были, они решили переложить их именно в драгоценный металл, чтобы себя как-то обезопасить. Скорее всего, кризис закончится, ну, рано или поздно, может быть, сегодня, может, завтра он закончится, и вот этот спрос со стороны центральных банков, он как бы сойдет на нет. Со стороны гаджетов, ну, наверное, тоже какая-то предельная насыщаемость мы получили. Да, я помню, что Microsoft проводил исследование, почему у них падали продаж программного обеспечения. Показалось то, что очень многие сидят там на софте, который 98-го, 2000-го года выпускает. Никто, так сказать, не делает обырыть софта, потому что, ну, всех устраивает это. Так и здесь, скорее всего, гаджеты дошли до какого-то своего максимума производительного, ну, который всех устраивает, так сказать. Ну, или большинство, пока. Большинство, да. Есть же продвинутые там какая-то категория, но их не так было. Да, да. Тем более, что сейчас один гаджет совмещает в себя три гаджета и уже, так сказать, большое количество спроса на, так сказать, на чип. Слово неприятный какой-то гаджет, да? Ну, да. А другого нет? Русского какого-нибудь аналога, Дима? Девайс. Девайс. Браво. Не, ну, девайс все-таки оно как-то мягче. Девайс. Гаджет. Ну, извини, продолжай. Поэтому сейчас мне, скорее всего, кажется, что желто будет колебаться именно, будет больше спекулятивной игры. В золоте. И именно оно будет и больше реагировать на всякие разные там ивент, ну, то есть, как бы события, связанные с орального плана. То есть, кто-то что-то сказал, и все, пошла какая-то движуха. Кто-то что-то другое сказал, пошла движуха в другую сторону. То есть, какие-то движения, которые не подкреплены каким-то реальным спросом. Но 4500 за 10 лет не сделает оно. Я так понимаю. Ну, да, скорее всего, мы увидим сейчас затухание движения. Так сказать, будет какая-то положительная тенденция. Она связана с инфляцией. По-любому, так сказать, она будет отыгрывать инфляцию. И, так сказать, здесь уже не поспоришь. Но с точки зрения уже таких факторов, которые были драйверами роста золота, в прошлом, скорее всего, они уже не будут этих драйверов. Я понял. Дима, фундаментально. Вообще, почему золото растет? Фундаментально? Да. Инфляционные ожидания. Дефляционные ожидания. Политику надо строить в отношении этого металла с этих двух точек зрения. Либо вы ждете то, что будет взрывной инфляции, в связи с тем, что денег в системе огромное количество. Правда, в экономику пока не идет. И поэтому мы наблюдаем дефляционный сценарий все-таки сейчас. И я, скорее, на ближайшие, наверное, годы, скорее, буду придерживаться этого самого дефляционного сценария. И поэтому от золота, видимо, ждать сильного роста не стоит. Но мне, Киев, этот нравится. Кроме этого, хороший, опять-таки, попадался график, на котором с 2000 года котировки золота. И та самая планка госдолга американского, которая ступеньками повышалась. И смотрел я его тоже в начале 2012 года. Планочку повысили, золото не выросло. Очень похожая ситуация была в 2008 году, когда золото, в общем-то, сильно никуда не двигалось. А планка госдолга американского резко шла вверх. По этой планке мы упремся в верхнюю границу, где-то, по некоторым оценкам, в ноябре, в декабре. Точнее, не мы, а Соединенные Штаты Америки. И опять-таки будет подниматься вопрос, будет шумиха. Очень хорошая корреляция на этих графиках. В целом это связано с тем, что печатаются деньги, поэтому хеджируются золотом, соответственно. Но все-таки, наверное, я больше сторонник на ближайшие годы дефляционного сценария развития ситуации в мировой экономике, поэтому сильного роста не жду, но актив мне нравится. Я бы его имел в таком долгосрочном хорошем портфеле. Все-таки. Ну, сильного роста не ждешь, но теперь ты ждешь роста, не падение. Я правильно понимаю? Оно в падении возможно, если усиливаться будут дефляционные ожидания. Но пока вот я чувствую, что наблюдаются такие тенденции. Деньги не ретранслируются, напечатанные в экономику, поэтому инфляции никакой мы не видим. Я понял. Хорошо, спасибо. Вопрос. Сергей, ну, достаточно конкретный вопрос задает. Подскажите, что сделать с портфелем? Какую сторону пересматривать? Горизонт 5 лет. Коля. 35% акций. Значит, по его фондам голубые фишки. 25% облигаций там же. 25% депозиты, долларовые и рублевые. Остальное всего понемногу. Металлургия, интернет-компании, наличка. Ну, остального там немного, да? 50, 80, 15% в кэше, я так понимаю. Итак, 35% акций, 25% облигаций, 25% депозиты, доллары и рубли. Горизонт 5 лет. Ну, честно хочу сказать, что на пятилетнем горизонте, сейчас, если берется старт этого пятилетнего отрезка, то все активы я бы сложил бы в рисковый, ну, все деньги я вложил бы в рисковый актив. То есть в акции. Да, все 100%. И потом уже с каждого года я бы потихонечку делал переток денег в долговые инструменты, в депозиты. Или, ну, в смысле, были облигации, скорее всего, сейчас, в ближайшее время. Ну, сейчас, в ближайшие года, ставка депозитов и ставка доходности по облигациям будет стремиться к нулю. Ну, там, не совсем к нулю, но, так сказать, вектор. Я определяю вектор. Поэтому, если сейчас говорить о том, что я хочу, кстати, использовать банковский депозит, то сейчас самые сладкие цены на банковские депозиты, поэтому нужно сейчас приходить в банк и договариваться с банком о как можно более долгосрочном интервале сохранения вам процентной ставки, которую он вам предлагает по депозитам. Если банк подпишется, два года ваш депозит под этой процентной ставкой принять у вас, то соглашайтесь. Ну, давите 3, 4, 5, чем больше лет вы из него выбьете, тем лучше. Ну, я слышал, что банки не очень сильно соглашаются на это. Более того, у них там есть какой-то пункт, что они имеют право пересмотреть. Да, плавающие ставки предлагают. То есть банки все хитрые, они все прекрасно понимают, что такая тенденция будет, и никому обещать такие большие доходности они не собираются. В этой ситуации, когда банковские депозиты будут стремяться на нулю, в какой-то момент по доходности будет их опережать облигационный портфель. Но я бы не скажу, что там со следующего года. Поэтому если сейчас у вас есть какие-то долгосрочные депозитные договора с банками, то старайтесь их сохранять. Если нету банков, которые вам соглашаются открыть долгосрочные договора депозитные, то не имеет смысла с ними связываться. На начальном отрезке этого периода лучше инвестировать все деньги в рисковые инструменты, такие как акции, ну и потом уже смотреть по развитию ситуации. То есть, смотри, вот этот портфель мы пересматриваем, да, 35, 25, 25 и немножко кэша, все загоняем в акции. Все загоняем в акции и через год смотрим, мы уже можем какой-то там 10% уже откинуть на банковский депозит. Но это уже 10% уже положительная вариационная маржа, что называется, да? Возможно, будет положительная вариационная маржа, возможно, и не будет. То есть, здесь нельзя говорить однозначно, что мы за этот год там точно заработаем. Это, кстати, если не брать, так сказать, вью на рынок, если с точки зрения планирования, то здесь, скорее всего, да, потихонечку делать переток. И уже последний год, то есть через 4 года, последний год до отряда, до финального свистка, то мы должны иметь все 100% на банковских депозитах своих денег. Я понял. Замечательно. Дима, скажешь что? Мне нравится текущая структура, предложенная слушателям нашим, да. Поэтому я бы ее сохранял в целом. Есть рискованные активы, есть относительно безрисковые активы, поэтому мне кажется, портфель достаточно сбалансированный. Я бы, наверное, на текущем уровне его ставил. В один период акции будут дороже, в другой период облигации будут дороже, рубль, доллар, соответственно, тоже. Ну и в течение 5 лет ничего не перекладывался бы, да? Я бы сохранял. С точки зрения, мне кажется, позиционирования риска очень неплохо выглядит. Ну, в разные периоды разные активы, соответственно, будут вести себя по-разному. Ну, это логично. Хорошо. Давайте поговорим. Времени немного, поэтому мы начнем, а потом в последней части продолжим этот разговор. Поговорим, ну, если не на больную, то на живые трепещущие темы, что будет с российским рублем. В ближайшей какой-то перспективе, да, в среднесрочной, в долгосрочной. Ну, прежде всего, конечно, да, давайте посмотрим на это, что называется, с точки зрения фундаментальный, с точки зрения, сначала, да, внешнеэкономических каких-то новостных факторов, да, внешнего фона, с точки зрения, естественно, цен на нефть, ну и с точки зрения нашей позиции непосредственно, да, внутри российской экономики. Что будет с рублем, Дима? Ну, что касается курса российского рубля, здесь имеет смысл, с моей точки зрения, смотреть его графики совместно с графиками валют развивающихся стран. Например? Ну, я, например, смотрю Бразилию, тот же Мексику, Индию, ту же Австралию и Канаду сырьевые валюты. Ну да, развивающиеся валюты. И в целом, да, сырьевые валюты и развивающиеся валюты. И в целом, российский рубль где-то посерединке ходит. В мае месяце 2012 года он смотрелся куда лучше всех остальных валют, он был явно переоценен. И, соответственно, прошел достаточно резкое его обесценение. И сейчас он вошел опять-таки в русло и торгуется вместе со всеми валютами. То есть здесь никаких моментов я бы не выделял. Специальных для рубля, да? Да, специальных. Но что-то некрасивое было как раз в мае месяце, когда уже валюты развивающихся и валюты сырьевые с конца февраля развернулись, так глобальненько вниз. А рубль крепко держался, стоял на опорах на каких-то непонятных. Но потом, естественно, он догнал всех. И сейчас двигается со всеми. Ну и, безусловно, нефть, безусловно, предвыборные обещания в огромном количестве, да, которые сейчас очень сильно давят на бюджет. Несмотря на те цены, которые заложены уже в бюджет, да, там по оценкам 110-115 долларов, там 105. Я прошу прощения, да, продолжим через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем наши разговоры об итогах прошедшей недели, заканчивающейся недели. В гостях у меня сегодня Николай Салабута, директор по управлению активной инвестиционной компанией «Трейд Портал». И Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании «Китфинанс». Собственно, последняя часть нашей программы нам остается поговорить еще об оставшихся, да, не о многих вещах, которые мы еще не обсудили, ну и подвести некие итоги, что же в сухом остатке. Начали мы разговор, Дима, начали разговор о том, каковы перспективы отечественной валюты. Продолжай. Да, продолжим про российский рубль. Про экономику российскую мы сказали, мое мнение таково, что рубль в его текущем состоянии, 32 против доллара, достаточно дорого для валюты с точки зрения российской экономики. Лучше бы он был послабее для того, чтобы промышленность российскую хоть как-то поднять. Я не говорю про нефтяную промышленность, потому что ослабление рубля как раз выправило полностью то его ослабление, но я, в общем, не очень смотрю на перспективы российского рубля и, скорее, выступаю за то, чтобы он ослабился. А до каких пределов ты видишь вот его? Я думаю, 36. Неплохой уровень. 35-36. При этом, естественно, нефть, 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 Сирия, Иран, четыре авианосца уже, насколько я знаю, уже дежурят у Органского пролива. Ситуация может измениться с ценами на нефть, естественно, очень резко, очень значительно в случае начала каких-то боевых действий. Но эти боевые действия, естественно, станут каким-то отвлекающим маневром, опять каких-то глобальных проблем, наверное, прежде всего с американской экономикой, потому что вопросов много. И в качестве хорошего, еще раз повторюсь, отвлекающего момента, наверное, маленькая война, победоносная очередная, может быть серьезным драйвером для нефтяных котировок. Но в целом мировая ситуация с мировой экономикой, она не способствует серьезному уж росту цен с охлаждением Китая и так далее, и так далее. Геополитические риски, мне кажется, они сейчас на первом месте. Да, важнее. Поэтому отсюда, если нефть сильно вырастет, то, конечно, рубль тоже чуть-чуть окрепнет и вернется на уровне начала года. Ну, мне кажется, не более так. То есть куда-нибудь в район 30 опять, да, 30-31? Ну да, да, да. Но это такой оптимистичный очень сценарий, я в него не очень хотел бы верить, потому что я считаю, что в российской экономике нужен более слабый рубль. Спасибо. Коля, мой взгляд на вещи. Я против Дмитрия, его, так сказать, высказываний. Не нужен слабый рубль российской экономики. Знаете, мы всю жизнь создаем какие-то либо послабления для российской экономики, чтобы она как-то ожила, чтобы ей как-то было полегче. Ну это нормально, это же наше любимое российское экономическое. Да, мы всю жизнь спасаем российский автопром, повышая там пошлины на иномарке. Не надо о плохом. Ничего мы не спасли, в результате мы ничего не научились делать, так и здесь мы будем постоянно ослабевать, делать рубль слабее. Типа, чтобы у нас заработал производство, никто ничего не заработает, все будут расслаблены, так и находиться в какой-то непонятном состоянии. Пускай встречается жесткая конкуренция западная, пускай конкурируют, пускай выживают. Хоть чего-то научат, хоть чего-то начнут делать. Ну, кстати, сейчас после вступления в ВВП, может быть, да, и каким-то образом подхлестнет. Да, поэтому я, так сказать, зад высказываю нашего премьер-министра, который сказал, что надо четко удерживать золотовалютный коридор и ни в коем случае его не нарушать. И, так сказать, тот коридор, который был принят, верхняя планка у него там 34 рубля, я думаю, что она устоит. Это по доллару. Да, по доллару. Не по коррезине, а по доллару. Да, по доллару. И, так сказать, мы смотрим, у нас есть индикатор, который рассчитывается на основании ставок, короткорослышанных ставок. И мы видим то, что сегодняшний курс доллара, рубля курса доллара соответствует, так сказать, максимальным процентам ставкам, которые мы сейчас есть. Если ставки по межбанку пойдут выше, то это все, это уже дефолт. То есть это уже кризис, и там, да, рубль пойдет и дальше, там 36, там 37, 38, может даже и 40. Но, так сказать, каких-то вещей, говорящих о том, что завтра будет кризис, нету. Ставки стабилизировались на максимальных значениях. Сейчас летний период, они как бы и сезонность, говорит о высоких ставках. И, соответственно, мы видим там высокие цены на доллар. И как только бизнес зашевелится по осени, скорее всего, ставки будут снижаться, соответственно, рубль будет укрепляться. И при этом, при всем, его ЦБ никуда не отпустит выше 34. Поэтому мы никогда не видим его там выше 34 и не собираемся увидеть. Не собираемся, это одно, увидим, не увидим. Но ты говоришь, никаких нет предпосылок для кризиса. А если кризис придет из-за бугра, как обычно? Кризис приходит тогда, когда его не ждут. И он приходит из-за бугра. Все правильно. Так оно и есть. Вот если он придет по осени. Мы сейчас все ждем кризиса. Мы сгруппировались, как каскадеры, сгруппировались перед падением. Это нормально, если не сгруппироваться, то мы разобьем все. А то, что мы везде залатали дырки, везде проложили дополнительные прокладочки, чтобы нам не набить синяков, скорее всего, ничего и не произойдет. Ну, дай бог. Твоя позиция понятна. Вопрос от нашего слушателя Александра. США нужна война. Госдолг девальвировать хоть чуть-чуть. А если сильно, то доллар сильно упадет, зато долго не будет. Дима. Философское. Да-да-да, давай еще раз. Медленно я прочту. В США нужна война, госдолг девальвировать хоть чуть-чуть. Есть здесь какая-то связь? Никакой связи нет. Никакой, абсолютно. А если сильно девальвировать, долг имеется в виду, наверное, да, то доллар сильно упадет, зато долго не будет. Александр. Что ты можешь сказать по этому? Ну, часто слышим мы такие апокалиптистические выражения. Я не сторонник таких высказываний, честно говоря. Хочется все-таки базироваться на каких-то более фундаментальных вещах. Ну да, объективных вещах. Безусловно, проблема госдолга американского, это, наверное, самая главная проблема в текущем мировой экономике, в текущем ее состоянии. Как ее они будут решать, все зависит, опять-таки, от американских политиков, от американских экономистов, от Федрезерва, в конце концов. То, как путь они выберут, по тому пути мы и пойдем. Тут мы с вами ничего не решаем абсолютно. Ну да, в истории либо война, либо инфляция, гиперинфляция. Какой-то из этих путей будет выбран в конечном счете. Но, мне кажется... Третьего не дано, да? Ну, по крайней мере, насколько я знаю, насколько мне их знаний хватает, да, я лично видел, что в 20 веке американцы поднимались на войнах, как раз и после первой, и после второй. Ну, в общем, тут философский очень вопрос. Я бы так не ставил его, на самом деле. Это не совсем корректно, мне кажется. Спасибо. Спасибо. Коль, к тебе вопрос вот какой. Поскольку все же мне бы хотелось, да, сейчас мы уже скоро начнем заканчивать. Мне хотелось, чтобы сегодня пятница вечер, и мы заканчивали нашу программу оптимистично. Ты начал ее оптимистично, я тебе обязательно дам возможность еще и напутствие некое. Начиная со следующей недели, этот оптимист должен войти, должен точнее, да, преобразоваться в некие позиции. Позиции. Ну, в основном длинные, я так понимаю, ты это сторонник покупок. Если говорить о наших отечественных инструментах, инструментах отечественного фондового рынка, что бы в первую очередь ты подбирал сейчас? Ну, всегда, когда выходим со дна, то в первую очередь начинают расти голубые фишки. Доверие у людей к ним больше, чем нежели к акциям второго эшелона, поэтому все покупают голубые фишки. Стратегия очень простая. Покупаем голубые фишки, они вырастают. Как только они достигают каких-то своих уровней и дальше не продолжают расти, то есть запиливаются на каких-то своих максимальных значениях, их продаем и в этот момент покупаем именно акции второго эшелона. То есть как раз идет переток денежных средств и начинает расти акции второго эшелона, голубые фишки стоят на месте, они никуда не растут. Но всегда старт за голубыми фишками. Здесь все понятно. Газпром, Сбербанк, Лукойл. То есть по отраслям мы не будем делить? Нет, по оборотам. Максимальный оборот на бирже, все, это голубая фишка, соответственно, мы ее берем. Она отыграла свое, мы ее продаем, берем акции уже более-менее лохматых эшелонов. Я понял тебя. А там среди лохматых что бы ты порекомендовал? Ну, тут надо смотреть, кто будет жив. Кто будет жив. Сегодня вопрос интересный, мне задавали днем. Сегодня у нас открытие Олимпиады. Сегодня. Вопрос был следующий. Повлияет ли курс британского фунта стерлингов, точнее не так, повлияет ли на курс британского фунта стерлингов планирующаяся Олимпиада в Британии, Дима? На курс британского фунта влияет то, что британская экономика находится в сильнейшей рецессии с 50-х годов. И данные на этой неделе выходили. В общем, да, 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 поэтому тут вопрос такой. По фунту мне понравилась одна идея, на самом деле, недавно слышал ее. Связана, на самом деле, уходом инвесторов от швейцарского франка. Там планочка вот этого. Там невозможно просто торговаться. Просто невозможно, да. И есть такое мнение, я его слышал, но я его, наверное, буду даже придерживаться, о том, что часть вот этих вот денег именно в британский фунт пойдет. Финансовый центр глобальный, хороший. Ну, смотри, а фундаментально мы считали всегда, да, швейцарский франк как валюта-убежище, ну, какое-то время до кризиса. Они уже не могут впитывать такую огромную подогридность. Это понятно. А в этом случае может произойти, да, что теперь валюту-убежище, мы будем считать, британский фонд? Ну, так. Вряд ли, вряд ли. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. То есть, эту, эти лавры, да, фунт со франком... Ну, все-таки, наверное, экономика больше влияет будет на динамику, а экономика британская, к сожалению, все очень пока не здорово было. Но, опять-таки, хочется надеяться, что это дно. Мы сейчас проходим дно и все-таки пойдем к росту. Хочется в это верить, но на средний срок, на долго срок, я еще раз повторюсь, я медвежьего больше сценария придерживаюсь. Ну, естественно, в рамках этого сценария мы можем показывать очень уверенный рост, там, процентов на 20, на 25, да, без проблем. Как это было в начале года, когда все говорили, что вот, долговой кризис, все пропало. И многие абсолютно проспали этот самый сильнейший рост, да, поэтому... А медвежий сценарий, он обусловлен именно вот рецессионными сигналами из Америки, из Китая и кризисом евро. Да, постепенное замедление экономики, ничего страшного нету. Очищение системы для последующего роста. Цикличность. Цикличность и все, да, не более того. Спасибо, Дима. Ну, и кульминации, да, сегодняшней программы. Коля, я прошу тебя, опять нам осталось чуть больше минуты. Оптимизм, нужен оптимизм. Ну что, я думаю, что мы сейчас выйдем на улицу, там солнышко светит, и мы подзарядимся. Подожди, я тебе напомню, у нас финансовые итоги недели. Ну, я думаю, что это солнышко зарядит энергией всех остальных, даже финансистов. Да, да, у кого и итоги так себе, да? Да. И, так сказать, сейчас многое говорится о том, что, ну, как бы, есть некие проблемы, но все мы, сообща, всем миром с этими проблемами боремся. Самое главное, мы признали это. Ну, как говорится, это, кстати, врачи говорят, если ты признал болезнь, то, значит, ты начал выздоравливать. На 50% здоров уже. Да, так и здесь. Если мы знаем, что все плохо, значит, мы уже начинаем путь наверх, то есть путь рост. И сегодня мы видим то, что приняли довольно-таки сложные решения по ЕЦБ. Она стала, как бы, там, инвестором в последней инстанции по долговым обязательствам еврозоны. И здесь, как бы, такое сложное решение принято, но оно принято, и теперь мы будем ждать только реализации его на фондовый рынок. Спасибо, Николай, Николай Салабута, Дмитрий Шагардин. Оптимизм блещет просто, блещет и хлещет. Всего хорошего, успехов на рынках, сухой остаток. Счастливо.